Я приветствую тебя Чумба, с тобой Рабаши. В преддверии нового года, зимы, льда и прочих тематических нюансов, я решил сделать новогодний ролик по самому холодному мальчику в Бличе Тошике, имя которого означает «Зима», но второе значение «Широ Белый», отсылка к волосам, а не одному чудесному помощнику. А Канди так вообще лёд. Короче, приятного всем просмотра. Начать стоит с истории. Тоширо рос со своей бабулькой Ихина Мори, которую вы, я думаю, и так знаете. Родился он в благополучном первом районе западного Рукангая, и хоть никогда никому не причинял зла, ибо жевал арбузы, дотусил с Мома, почему-то получал недоверительные и осуждающие взгляды со стороны, как от детей, так и от взрослых. Но особо не унывал, ибо его единственным другом была Хина. Она, кстати, в шутку называла его «Широ Чан», отсылка к белому цвету его волос, он же называл её «глупышкой Мома». Но тут есть пара нюансов. «Глупышка Мома» — это, по сути, зацензуренный вариант. Полное написание, по крайней мере, в инглише «Bad Weather Moma», что, по сути, означает «мокрую кровать», как отсылка к ночному недержанию мочи. Вот Тоширо жестокий чел. Она его била брысиком, а он её вот так вот. Как она с ним ужилась — загадка. Наверное, именно поэтому она и решила уйти в Академию Синегами. Сам же Тоширо сделал вид, что ему всё равно, скрывая грусть от предстоящего одиночества. Хоть и у него была одна бабушка. Следующие пять лет он проведёт именно с ней, и когда Хинамори придёт уже повзрослевшая, с более отросшими волосами, Хитсугая останется тем же. Это связано с тем, что Тоширо ещё слишком молод и очень медленно растёт. Ведь если вспомнить мелкого бьяку Юигина, больше сотни лет назад получится схожая ситуация. Пожалуй, самым важным в предыстории Тошика будет встреча с Рангику и раскрытие нескольких нюансов касательно силы Хитсугая, которые влияли на его бабушку, которая после ухода Хинамори заметно исхудала. Дело в том, что уже в раннем возрасте он слышал голос своего будущего Занпакта, сильнейшего ледяного типа. Он приходил к нему во сне раз за разом, и каждый раз этот сон сопровождался пассивным выпуском реакции, который буквально замораживал бабульку. Именно осознав это, с помощью совета от Рангику, он принял решение пойти на голос ледяного дракона, который хочет назвать ему своё имя, но Тошира будто бы не слышит его. Буквально на следующий день он решил рассказать о своём решении бабушке, и ожидал, что она расстроится, однако наоборот, она была рада, что он наконец-то принял решение для себя самого. Ведь ранее его подавленный вид заставлял её грустить. Одним словом, он получил благословение самого близкого для себя человека и поступил в академию. В ней же он чувствовал себя как рыба в воде, ибо, как ты уже сам заметил, обладал природным талантом. Он быстро выпустился из неё, освоив Шикай. За такие заслуги был переведён в 10-й отряд в ранге офицера, да не абы к кому, а к отцу Ичига, Иссину. Да не просто к Иссину, а Шибе. Да не просто Шибе, а одному из пяти бывших великих кланов. Короче, талантливому Тошира такой же капитан. Что было со вторым, ты уже успел посмотреть в 12-й серии Блича, которую лицезрел на прошлой неделе. А вот за неизвестный временной период, сам Тошира стал капитаном. Могу предположить, что даже назначение сделали моментально, ибо Хитсугая уже имел статус одного из самых талантливых выпускников. И вдобавок ко всему, уже в ранге офицера мог контролировать отряд и заниматься бумажной волокитой, пока капитан отсутствовал. Так что, вполне себе логично, что он стал самым молодым капитаном за всю историю общества душ. Кстати, раньше в Сейритеи звание неоспоримого гения носил Ичимару Гин, однако после появления Тошира даже ему пришлось признать его особенность. Он даже ему кличку дал Небесного Ангела. Остальные же так вообще называли его гениальным ребенком или же звали его Дитя Гений. И дело не только в его боевых способностях, у которых огромный потенциал из-за сильнейшего ледяного зонпакта Хюринмару, но и из-за интеллекта, если вы вспомните, именно Тошира был первым, кто заподозрил Гина в измене. А в несостыковках в датах понял, что казнь руки имеет двойное дно. Единственное, чего недостает Хитсичу, опыт и дисциплина. Это два главных его недостатка, над которыми работали старшие капитаны. И логичнее всего было предположить, что их мотивацией было вырастить нового главнокомандующего Гётея. Давайте сухими фактами посмотрим на Тошира. Он молод, значит его можно воспитывать и создать ту версию главнокомандующего, которая будет идеальной для сообщества душ. И даже для Совета 46, в чём у них должна быть вообще очень большая заинтересованность. Он обладает сильнейшим ледяным клинком, а на тот временной период главнокомандующий владел сильнейшим огненным. Так что все на примере Ямамото могли узнать, что значит слово сильнейший стихийный Занпакто. Тошира умный, спокойный, рассудительный, за исключением ситуации с Айзеном, который играл на его чувствах, используя Хинамури. Но самое главное, Тошира адекватный парень. Не псих или хитрый, или искагин, или не взрывной, там нелогичный и гордый, как Ямаджи, который в старости сам признал моё появление, но ломало ещё больше дров. Вспоминаем про кличку Демона с мечом. И из-за собственного эго не стал регенить руку. И да, Тошира именно не гордый, ибо после потери Банкая, который он оттачивал полтора года, он пошёл в академию с такими же новичками, чтобы научиться сражаться заново. То есть он знает свои сильные и слабые стороны, а это то, что и нужно многим капитанам. Хитсугаю буквально признали два главнокомандующего. Ямамото назначал его лидером важнейших миссий, связанных с отправкой в мир живых, что указывает на доверие со стороны старика и на лидерские качества шкета. Текущий шеф Гютаяк Юраку вообще прямым текстом сказал, что через сто лет Тошира превзойдёт его. А тут как бы цитата человека, который также знает свои слабые стороны, свой предел и как главнокомандующий принимал самые жестокие, но верные решения. Значит, знает, о чём говорит. Все вышеупомянутые факторы буквально кричат о подрастающем капитане всего Гётея, который на момент арки воя ада уже не мелкий, психующий и легко поддающийся на уловки шкет, а бывалый и матерый белый, мать его, волк, который тебя как в тактике, так и в бою как минимум в снеговика превратит. А он сможет, ибо способности позволяют. Кстати, о них. Начать стоит с меча. Он, кстати, больше, чем другие, его длина 140 сантиметров. По сути, он огромный, а Хитсугай приходится носить его на спине. Фьюринмару, опять-таки, сильнейший зонфакто ледяного типа. Имя означает ледяное кольцо. И Тошику не нужна вода, чтобы использовать лёд. Потенциал клинка ещё раскрывается, но Тошира уже может использовать некоторые способности Банкая в Шикае. Шикае, кстати, высвобождается фразой «Царство над замёрзшими небесами». В нём клинок немного вытягивается и получает лезвие в виде полумесяца, которое крепится к рукояти, чем-то напоминает драконий хвост. Уже начиная с Шикае, Хитсугай может изменять погоду, вызывая грозу или метель. Одним словом, сила подавляющая. Но полностью данный нюанс раскрывается в способности Тенса Джуринг «Покорение небес». Скилл позволяет ему управлять погодой в непосредственной близости, а точнее, водой в окружающей атмосфере. Сама способность применяется как в Шикае, так и в Банкае. Однако, Тошира боится использовать её в Банкае, ибо опасается не сдержать силы и убить всех окружающих. У Шикае есть пара способностей, но они применяются в синергии с Рангику, поэтому я не стану их добавлять. Вкратце, это «Ледяные стены» и «Ловушка-пятиугольник». А теперь Банкай «Ледяное кольцо Великого Багрового Лотоса» Дайгурен Хёренмару. Как по мне, когда Банкай активируется, рука, в которой находится клинок, покрывается льдом и распространяется по телу дальше. Начиная с плеч, вырастают ледяные крылья, а продолжая трансформацию, со спины образуется длинный ледяной хвост. Ноги также покрыты льдом, образуя когтистые лапы, тем самым весь силуэт напоминает дракона. По сути, каждая ледяная часть его тела это усиленная вариация Шикае, в которой он может замораживать врагов и объекты, так что удар хвостом по классике опасен. Но все удобство в том, что пока в воздухе есть влага, Банкай может регениться. Очень полезное свойство после защиты крыльями, будто бы в коконе. Естественно, все способности Шикае в Банкай усилены, один взмах меча порождает вспышки и образование льда. Способность называется Рюсенко. Однако, на мой взгляд, самой красивой, масштабной и опасной является Хетен Хаякасо. Способность, которая была использована против Харибелл. В небесах открывается ледяное пространство, с которого начинает падать снег. Одна упавшая снежинка порождает огромное количество льда. И когда сотая снежинка падает, большая область замораживается вместе с врагом. Красиво и опасно одновременно. Все, что остается, это просто нанести удар, поломав лед вместе с противником. Но последняя форма это завершенная Гетсуга Ту... Дайгурин Хоринмару появится лишь почти что в конце блича. И ребята, это Эпик. Тошара получил его после полутора года тренировок Банкая. Дело в том, что когда последний лепесток его Банкая опадет, он обретает полную силу. Получив такую мощь, его привычная форма не справляется и он становится старше. Тупо Краш, красавец, шикарный дизайн внешности. Не зря он несколько раз был самым популярным персонажем в бличе, как и его зонпакта. Но вся суть Банкая и по сути силы Тошара раскрывается именно во взрослой форме. У льда появляется одно читерное свойство. Он отменяет и замораживает все способности. А его обычное касание до чего-либо замораживает. Удар замораживает. Только взгляд не замораживает. Бонусом к этому ему теперь не обязательно использовать меч. Достаточно рук, чтобы заморозить все. Но кульминацией боевых способностей является заморозка четырех миров. Сикайхо Кетсу. Вся материя перед Тошара в огромном радиусе замораживается после четырехсекундной подготовки. Пережить такое могут только персы уровня читеры. Ну и в конечном итоге я хотел бы срезюмировать. Ровно год назад, то есть 31 декабря я начал вести свой ютуб канал. И за год у меня набралось больше 60 тысяч чумб. Это супер офигенный результат для меня. И я очень счастлив на самом деле, потому что аудитория отражения автора. Без вас не было бы меня. Большое спасибо всем вам, но отдельное спасибо это чумбам шейхам и другим чумбам на платформе Бусти, которые поддерживали меня материально. А именно Ихсчаре, Алексу, Яхве, Галымжану, который подарил мне крутые стикеры. Я их, кстати, на комп уже наклеил. Сакусану, Яну, Ивану, Сергею П. за ощутимую материальную помощь. Ананасику, Илье и Сергею Лагунину. И многим-многим другим ребятам, включая тебя, конечно же, дорогой зритель. Пусть в новом году у вас все будет хорошо. С вами был ваш Рабаши, спасибо и увидимся в следующем 2023 году. Чумба. Субтитры сделал DimaTorzok